Добрый день, Андрей Шалыгин, National Explorer. И мы с вами сегодня рассмотрим новый комплекс, которого многие ждали давно. Это Wolfhunter Tyga. Wolfhunter Tyga это комплекс, анонсированный еще два месяца назад, как весенний облегченный мобильный комплекс для людей, которые не любят ввозиться с большими объемами каких-то вещей, которые предпочитают иметь хорошее и компактное оборудование, при этом не особо стеснены в средствах. Поэтому для того, чтобы зафиксировать этот комплекс в определенной нише потребления, ему заранее была анонсирована цена в 10 тысяч рублей, на которую, соответственно, и подбиралось туда оборудование, для того, чтобы именно этот комплекс заменил у нас, пользовавшийся особой популярностью комплекс экстремального выживания Bearhunter Ultra, но став при этом более компактным, более мобильным, и по рогатке, которая входит в его комплект, и по ее модификациям и модернизации, у нас на канале стоит специальный отдельный ролик. Значит, предыдущими моделями комплексов экстремального выживания от National Explorer, Cessnack, являются Bearhunter Off-Road, ну, соответственно, кейс с элементами комплекта аршери-рогатки, подсумок с бродхедами и прочими мелочами, предназначенные для того, чтобы держать его в машине, и в его состав входит аршери-рогатка Bearhunter с упором, в то же самое время в качестве подарочного легкого варианта для ношения, аутентичного и предназначенного на категорию традиционщиков, либо, соответственно, возможно, подростков, это за 3000 Wallhunter Forest, облегченный комплекс, ну, вот, нижняя часть линейки, ну, и вот теперь мы меняем на весну новый топ из наших комплексов, который базируется в качестве ношения на уже известном вам подсумке MOLLE Cordura 1000D, соответственно, вся система крепления прекрасно известна, это нормальный боевой подсумок высшего класса. У нас такие подсумки стоят на комплексах Bearhunter Military, которые сейчас имеются в продаже, также и стоят 6000. Этот комплекс на базе этого подсумка стоит 10 тысяч. Значит, в этом варианте, так как он премиальный, возможен выбор цвета подсумка, то есть, в принципе, мы можем предложить не только Military Green, как вот здесь, и в комплексах Bearhunter Military, но и, собственно говоря, традиционные цвета мультикам НАТО, хаки, вот, вот, а также, как и в комплексе Ultra этого класса, который пользуется особой популярностью, сумку, сумку российского производства с четырьмя большими отделами, наплечную, хаки, большообъемную, нормальную полуформатную сумку взамену вот этого подсумка. стоимость у них практически одинаковая, поэтому, ну, подсумок просто выполнен из более качественных материалов, вот, со специальными, в общем-то, там, стандартами в производстве, ну, а российская сумочка, она побольше, там, молний много, там, ну, и материалы, пошив, соответственно, попроще. Вот, поэтому, в принципе, стоимость одна и та же при разном цвете этих подсумков и вообще, если подсумок заменить на сумку, будет та же самая цена. Дополнительно, в принципе, вы к этому можете одностандартный ремень заказать, 750 рублей, натуральный Black Hawk с затяжкой, с подвесом, там, для спуска, там, с препятствий, там, для страховки и так далее. То есть, с затяжной скреплением со строподержателем на липучке, соответственно, нормальный боевой ремень. Значит, что входит в состав нового комплекса Wolf Hunter Тайга. Дело в том, что вот эту рогаточку, ну, вот он, собственно говоря, разложен. Вот эту рогаточку я с вами отдельно рассматривал в отдельном ролике, поэтому по ней все, соответственно, вы уже прекрасно там можете посмотреть. Возможности этого комплекса соответствуют полностью комплексу Bear Hunter с упором, то есть, здесь можно закрепить в стандартном варианте. Шесть тяжей, ну, и идет к нему по умолчанию тяжи. Вот такой комплект. Светлая, толстая кожанка. Тяжи 2х3. Вот. Ну, соответственно, там специальная веревочка, для чего она я разбирал в своих видео, это шарики для крепления, тяжи 2х2 дополнительные, то есть, одновременно вы можете ставить и арчери вязку, и стрелять стрелами, и кожанку, стрелять там камнями, там шариками, гайками, чем хотите, и, соответственно, ставить и те, и другие на стрельбу, и стрелами, и другими боезарядами, то есть, 10 тяжей одновременно. Но, вместе с тем, ну, там еще идут шарики, соответственно, в комплекте, те, которыми стреляют. Вот. Ну, и вот сюда могут ставиться еще и болтовые тяжи 2х3, получается 12 в тяжей. Ну, и если вы будете сами изготавливать тяжи и направлять их отсюда обратно, то еще по 2 на каждый добавляется, и того 14 тяжей допускает эта рогатка. У нее есть фиксированная полка для стрельбы стрелами с натуральным наперением, а также ниже под паракордом дырочка, через которую сюда закрепляется и полка подкидной мост здесь может ставиться, и полка вискер-бисквит. Она идет здесь в комплекте вместе со специальным креплением. Насквозь это закрепляется. Вот. Никакого труда этот процесс особо не представляет из себя. Соответственно, вот этот паракорд вы можете использовать где-то в элементах одежды, снаряжения или чего-то, поэтому у него есть здесь утяжка, которая в этом случае носит с темляком декоративный случай, а в случае, если вы используете на одежде, то это будет, конечно, иметь функционально. мешок можете сделать из брюк, из куртки, из дождевика можете сделать себе рюкзак, и вот для этого рюкзака, соответственно, наплечные ремни и утяжка на горловину. То есть, это все стоит на рогатке. Значит, соответственно, рогатка может использоваться как кастет, как ударник, и таким образом, может использоваться таким образом, может использоваться и таким образом, туда и сюда. Я вам все это показывал, все это объяснял. В состав комплекса входит сверхпортативный многофункциональный выживальческий комплект мультики. То есть, в принципе, вы его на карабине пристегнув куда-то, внутри за пазуху или на шейный подвес, вы можете с собой, вне зависимости от того, потеряли вы его большой, бросили или вообще куда-то десантировались без всего, то у вас вот этот комплект позволяет вам в мини-портативном варианте иметь там весь какой-то комплект элементов выживания в одном флаконе. Значит, что это такое? Это всё самое необходимое помещено вот в такую плетёночку, да, и вот здесь снаружи, соответственно, торчитушка, за которой закрепляется имеющийся в комплекте карабин, и на карабине вы это куда-то закрепили себе и с этим ходите. И вот у вас такой вот комплекс экстремального выживания в портативном виде, внутри которого в паракорд заплетено всё, что вам нужно. А что там внутри конкретно, вот здесь в инструкции указано, соответственно. Значит, здесь 550-й паракорд на 7 тяжей внутренних капроновых карабин, фольга, в которую завёрнуто всё ниже указанное, вот, а именно специальный нож-пила, конец которого торчит, вот это и есть, собственно говоря, конец этого ножа, который тут здесь дальше продолжается. Вот, котон, ну, господи, котон, хлопковый, хлопковый ватный тампон для разведения огня, да, то есть, именно его вы будете поджигать при помощи огнива, собственно говоря, палочка магниевого спланового, который и представляет из себя огнива, грузила с вертлюгами, с карабинчиками для рыболовной снасти, рыболовная снасть с крючками, флоац и леска. Ну, флоац – это такие приспособления, которые регулируют положение поплавка, либо сам поплавок, если вы используете снасть в минимальном, соответственно, виде. Ну, для чего нужна фольга, понятно, на ней разводится огонь и так далее, ну, масса у неё всяких применений, поэтому, в общем-то, изначально, для того, чтобы служить тем местом, на которое кладётся сам хлопковый тампончик, куда чиркается, соответственно, из огневой искры. И вот это вот всё вот в такой упаковке. Вот. Так как это завёрнуто всё в фольгу, то это в достаточной мере, в общем-то, защищено от дождя, от осадков, от всего остального прочего. Вот. Значит, универсальная струнная пила на два пальца металла в пластике, то есть она более мощная, чем стандартные пилы. Вот. Компас-варианты тоже есть, то есть, либо жидкозаполненный, вот как здесь, с плавающей стрелкой, вот, либо с кольцом на подвесе алюминиевый и с воздушной полостью. Ну, цена одинаковая. Мультикит Бэра Грилса, про который я вам неоднократно, в общем-то, говорил, это, соответственно, фонарь, компас, термометр, свисток, лупа, контейнер для хранения, внутри зеркало, всё это на подвесе, 7 в 1, Бэр Грилс Мультикит. Вот. Значит, ну, достаточно удачное изобретение, которое, в общем-то, пользуется во всём мире им. Некая минимальная аптечка, которую, в общем-то, люди с собой, как правило, берут там на рыбалку, на охоту. Бинт стерильный, бинт не стерильный, спиртовые салфетки внутри для того, чтобы протереть раневую поверхность. И лейкопластыри вот здесь вот такие небольшие для того, чтобы заклеивать мелкие раны. Ну, то есть, вот как бы вот самое такое необходимое, что обычно в качестве медицины и берут. Два контейнера, большой, маленький, один для сбора наживки для рыбной ловли, пока вы идёте, ну, в смысле, насекомые, семена и всякое остальное прочее. И отдельный маленький контейнер, если вы заранее запасаетесь или в процессе собираете там какие-то яды растительного происхождения, либо животного по дороге, для того, чтобы иметь возможность поражать крупных животных из арчери-рогатки. Значит, для арчери-рогатки в герметичке, к которой мы уже привыкли, тароидальное уплотнение, оружейный паралон с двух сторон. Здесь идёт трёхлезвийный бруатхет, со съёмными лезвиями отдельно затачиваются. Гарпунный наконечник с лезвийной раскрывашкой, а не извлекайкой. Стрелять можно как по животному, так и по рыбе. Свисток металлический, он же манок, тросовый карабин, заяц-лисица, можно рябчика, мышку, всё остальное имитировать на малой мощности и так далее. Большой наконечник с дыркой с отверстием для вмазывания яда, наружного одевания, на любую, соответственно, деревяшку, чтобы сделать нормальную буйную стрелу, как положено на зверя, на крупного, в том числе на хищника крупного. Универсальный бродхет-шокер одновременно, то есть по любой птице и по мелкому змею в режиме small game, вот эта штука поражает всё, что движется. Очень хорошая отдельно огнива высокого качества, с цельном огнивым боковым, там, с дохленьким, с худеньким, там, с перьями. А нормальная, здоровая, толстая, хорошо удерживаемая огнива с линейкой, чиркалкой, от крылашкой, ключом. И здесь вот, как бы, гаичный ключ одновременно, там, и всё остальное прочее. Он же нож и так далее. Ещё это на подвесе. Такая очень мощная штука, которая гарантированно даст огромный слоп искор, вот, и подождёт, в принципе, всё, что угодно. В отдельном специальном пенале, который можно носить, в общем-то, отдельно, засунуть куда-то в карман, вот, либо использовать, кроме этого, для ещё чего-то, расположена там отдельная какая-то часть. Здесь четыре греющие свечи. Здесь три спички всепогодные длительного горения. Вот, значит, подвес шейный, он же маркер, он же стропа за руку. Вот, для того, чтобы, ну, либо этот пенал куда-то повесить, там, да, носить, либо посох, которым вы пользуетесь, и всё такое прочее. Карабин, вертлюк, для того, чтобы закреплять паракорд, крогатки, если вы пользуетесь чем-то в режиме гарпуна, ну, чтобы не потерять стрелу и подмотать рыбу, либо добычу. Вот, ну, и традиционный браслет выживания со свистком из 550-го паракорда и рыболовная снасть на мотовильце с двумя крючками, полностью вооружённая. То есть, вам нужно её только размотать и закинуть, соответственно, да. Вот. Ну, вот, в принципе, это основная содержательная часть этого набора. Ну, плюс идёт, соответственно, в качестве подарка. В марте-апреле наклейка проекта Nexplorer.ru Russian Bull Hunter. Ну, а в апреле-май ко всем наборам экстремального выживания National Explorer традиционно эмалевый натуральный латунный значок гвардии вооружённых сил СССР значит, в честь победы России над фашизмом 9 мая. Ну, он у нас там на флаге традиционно находится. Два наиболее интересных предмета, которые входят дополнительно в его состав. Это хорошо известный вам мультитул 11 в 1. Здесь он идёт чёрного цвета. 11 в 1. Начиная от консерванного ножа, ножа, пилы, кучи гаечных ключей, открывашки, измерители и всё остальное прочее. Вам хорошо известен этот набор. Достаточно популярная штука у выживальщиков. И вот это вот то, что у нас по России везде там продают за 750-1200 рублей за вот это вот изделие. Это нож-визитная карточка. Соответственно, вот это вот всё лезвие, что вы делаете? Поворачиваете здесь вот этот вот фиксатор, разворачиваете лезвие в другую сторону и защелкиваете два элемента этой карты для того, чтобы зафиксировать нож. У вас получается вот такой длинный нож, две диагонали, соответственно, стандартной визитной карты на 9 см и рукоятка из тройного слоя пластика. У вас получается достаточно длинный нож, который и, в общем-то, есть чем держать, и он ещё и прилично достаточно режет. Он хорошо заточен там на достаточно большой угол, острый угол, порядка 15 градусов. Поэтому штука достаточно опасная, но вот в таком виде, в формате кредитной карты. В собранном виде комплекс из себя представляет два объёма под сумок и, собственно говоря, небольшой пенал зелёного цвета, который в элементах одежды сохраняется или носится на подвесе. Вот посылка сама представляет из себя вот такой объём. Значит, 10 300 рублей пересылка по России в цену данного набора, в том случае, если вы берёте его с подсумком, включена. Если вы берёте с сумкой, то цена пересылки 300 рублей, потому что больше получается объём и вес этого отправления. То есть под сумок пенал пересылается за меньшую сумму. Сумка, хотя и стоит практически больше, столько же, но пересылка её выходит дороже. Андрей Шалыгин, National Explorer, Wolfhunter, Тайга, новейший топовый комплекс экстремального выживания от National Explorer. Субтитры создавал DimaTorzok